Трудности с переводом денег из Татфонбанка на счета Единого расчетного центра начались еще в начале декабря. Тогда в банке утверждали, что деньги были перечислены, однако до адресата суммы так и не дошли, а люди остались должниками. Многие оплачивали услуги ЖКХ через онлайн-партнер, либо через портал Госуслуг. В декабре месяце 2016 года возникла ситуация с трудностью перечисления денежных средств в Татфонбанке на расчетные счета Единого расчетного центра. В связи с чем мы 9 числа обратились с письмом в адрес управления Татфонбанка с просьбой разъяснить ситуацию. И тут же, соответственно, запросили от них информацию, объем зависшей суммы, то есть та сумма, которая не была нам распределена, это 105 лицевых счетов на сумму 496 668 рублей. Специалисты ЕРЦ сами занялись этой проблемой, дошли до каждого адресата и вручили людям уведомления о задолженностях, после чего предложили обратиться за помощью в расчетный центр. Для этого нужно написать заявление, соответствующее федеральному закону о защите прав потребителей. Вот так вот выглядит бланк заявления. Здесь вам нужно будет указать ваше имя, фамилию, адрес, номер лицевого счета, ну и сумму, которую вы внесли за услуги ЖКХ, собственно, которая и не поступила на счет Единого расчетного центра. А далее этот же бланк вы отнесете в сам расчетный центр, где специалисты обещают заняться решением вашей проблемы совместно с управляющими компаниями. Уже после получения письменного заявления ЕРЦ директоры управляющих компаний подготовят письменные ответы к каждому клиенту. Каждый гражданин в данной ситуации, да, мы понимаем, что сумма у кого-то небольшая, у кого-то значительная, значит, зависла на корреспондентском счете Татфонбанка, да, и мы сделаем все возможное, чтобы, так скажем, решить этот вопрос и по возможности в кратчайшие сроки зачислить денежные средства на лицевые счета. Кризис Татфонбанка начался в декабре 2016-го и вызвал настоящую панику среди населения. Люди в спешке снимали всю свою наличность. Тогда банк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладах физлиц. Президент Атарстана потребовал усилить работу и найти виновных в ситуации с Татфонбанком. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР.